Медосмотр на работе Мария проходила в прошлом ноябре, поэтому, когда подруга предложила пойти вместе с ней на так называемый онкоскрининг, долго отказывалась. Но в итоге этот визит ко врачу оказался без преувеличения судьбоносным. После осмотра и даже без дополнительных анализов стало понятно, у девушки рак. Химиотерапия первая, потом передышка, потом химиотерапия вторая, потом уже на полтора месяца, даже на два, я легла на лучевую терапию. Процесс, мягко говоря, малоприятный. На протяжении всего лечения девиз Марии «Был прост. Непобедимых вещей не бывает». Это, а еще поддержка близких и неиссякаемое чувство юмора помогали девушке не падать духом. На ночь глядя пугали медсестер угольной маской на лице или в темных коридорах, либо яблочный сок в пробирках для анализов, тосты, лучше лечение – это уринотерапия, выпить это на глазах у всех. Раз в год приходить на прием к гинекологу, раз в два года делать УЗИ молочных желез. И ни в коем случае не находить никаких отговорок. По словам врачей, в вопросах диагностики онкозаболеваний все решает время. Рак шейки матки он занимает лидирующие позиции, соответственно, занимает в общей структуре злокачественного образования у женщин пятое место, а среди опухолей и репродуктивной системы уже второе место. И, соответственно, конечно, проблема в том, что эта локализация выявляется в основном на третьей-четвертой стадии процесса. Причина этого – и недостаточная информированность населения и особенности самого заболевания, которое начинает развиваться в недоступных для глаза врача частях матки. Именно поэтому единственный способ предупредить развитие злокачественных опухолей – сделать походы ко врачу делом регулярным и привычным.